Чем реже ходим в магазин, тем экономнее получается. Так мы защищаем себя от ненужных покупок, например, от ничего не дающего, кроме лишних килограммов торта или 201 платья. Программа подсказки потребителю дает полезные советы, как избежать неразумной траты денег. Смотрите в этом выпуске. Перепутанные ценники. Как избежать переплаты за выбранный товар? И что делать, если продукт вам пробили по другой стоимости? Новогодние деревья. Советы по выбору хвойной красавицы. Любимое оливье. Порезал, смешал, готово. А можно ли как-то необычно подать гостям главный праздничный салат? Зашел в магазин за кормом для кота за 100 рублей, а заплатил 400. Наверняка у каждого покупателя бывали такие неприятные переплаты. Когда на товарном ценнике одна стоимость, а на кассе вам пробивают другую. Что делать, если продукт вам посчитали втридорого? Расскажем далее. Сложно представить себе современный магазин без ценников. Они помогают ориентироваться в ассортименте и информируют о стоимости товара. В период акций некоторые ценники выделяют ярким цветом – красным или желтым. Так привычные кусочки бумаги сигналят покупателям о снижении стоимости. Но зачастую бывают такие ситуации, когда акция в супермаркете закончилась, а ценники поменять не успели. Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора Ольга Якимова рассказала, как поступить в случае такого недоразумения. Сразу обратить внимание на это, на продавца-кассира о том, что ценник не совпадает и во многих случаях производится либо замена товара, либо по той же стоимости должны указать, вернее продать, которое указано на ценнике. Потому что то, что продавцы не успевают менять цены, в этом потребитель не виноват. Для этого и существует объявленная стоимость, с которой потребитель соглашается, либо не соглашается. Иначе бы он не пошел на кассу с этим продуктом, если бы цена, допустим, гораздо дороже была. Еще одно частое явление, когда на прилавке лежит товар без ценника, либо товара очень много, а нужной цены нет. Если у вас возникли сомнения по поводу стоимости продукта, следует обратиться к продавцу-консультанту. Либо администратору магазина. Они должны предоставить вам документ, который эту цену подтверждает. Например, реестр розничных цен. Если его нет, либо цена под товаром не соответствует той, что прописано в документе, у вас есть все основания, чтобы обратиться в Роспотребнадзор. О случившемся можно написать и в книгу жалоб и предложений. Как правило, она находится в уголке покупателя. Свою претензию на бумагу нужно изложить максимально подробно, с указанием конкретного товара и времени отсутствия на нем ценника. Также Ольга Якимова посоветовала внимательно изучать маркировку на продуктах. Если мы говорим о пищевой продукции, в данном случае молочной, то, конечно, первое, что нужно обращать внимание, это сроки годности товара. Также должно быть указан способ термической обработки, пастеризованная или ультрапастеризованная. Конечно же, наименование производителя должно быть, где этот производитель, его местонахождение. Этим летом изменились правила продажи молочных и молокосодержащих продуктов. Теперь они должны лежать на разных прилавках. А производитель обязан указывать на этикетке продукта, содержит ли он растительные жиры. О новых правилах производством сообщили задолго до того, как они вступили в силу. Однако за 9 месяцев этого года лабораторные проверки Роспотребнадзора показали, фальсификат продолжает продаваться под наименованием настоящих молочных продуктов. Из 4 тысяч проб продуктов не соответствуют требованиям 33. Составлены, естественно, протоколы административных правонарушений. 67 протоколов составлено. И вынесены постановления о привлечении к ответственности с административными штрафами на сумму более 4 миллионов рублей. Также из оборота было изъято 57 партий недоброкачественной молочной продукции. Это объем 312 килограмм. Узнать, какие продукты не соответствуют обязательным требованиям, можно на сайте Роспотребнадзора. Ссылку вы видите на своих экранах. Новый год не за горами. Этот зимний праздник для многих людей самый любимый. Ведь с самого раннего детства мы с предвкушением ждем этого момента. Ну когда же можно наряжать квартиру и покупать елку? А как не ошибиться, не испортить праздник себе и детям и правильно выбрать новогоднее дерево, мы сейчас вам расскажем. Заготавливать елки для мечей лесхозы начинают задолго до наступления холодов, еще в конце октября. Здесь, в Усть-Заостровском, срубили чуть более 500 деревьев. Все это лесу на пользу, говорит начальник Усть-Заостровского мастерского участка Ольга Левшкина. Если слабые сосны не будут срубать, свет и питательные вещества не смогут поступать к сильным. Она садится примерно 50-70 сантиметров друг от друга. То есть со временем сосна идет в рост, она к 10 годам подрастает и уже начинается борьба за влагу, за свет. То есть все равно сильнейшие деревья начинают губить. То есть это как тот же самый естественный отбор. Если мы не прорубим, не дадим, чтобы шло улучшение роста, чтобы они не мешали друг другу, то начнется все равно, этот будет завал, начнется хлам. Тот же валежник будет в этих местах. Поэтому желание некоторых людей не вредить природе и наряжать искусственную елку – всего лишь миф. Елочные базары закупают деревья в лесхозах, которые как раз и прореживают посадки. Сейчас на выбор у амичей три вида хвойных. Это ели, сосны и пихты. Пихта пахнет ароматнее остальных, да и стоит в разы дороже своих соперниц. Ее иголочки короткие и очень мягкие, поэтому такая елка подойдет семьям с маленькими детьми. Эту зеленую красавицу можно трогать и не бояться уколоться. Кому что нравится. Сосна у нас обычно стоит в помещении намного дольше, чем ель. Ель, она быстрее осыпаться начинает. Пихта тоже как бы по-своему долг стоит, а при празднике, как говорится, они простоят все. Но сосна может стоять намного дольше. Ель легко отличить от собратьев по коротким и колючим иголкам. Это дерево очень пушистое. От ствола отходит много веток. Однако хвоинки у ели довольно быстро желтеют и осыпаются. Дольше всего простоять может сосна. У этого дерева самые длинные иголки. Такая елка более разлаписта. От ствола отходит немного веток, но зато они похожи на большие раскидистые лапы. Это придает дереву особую прелесть. Минус – обилие смолы. Начальник из-за островского мастерского участка говорит, что купить дерево можно хоть сейчас. Главное – хранить елку в холоде. На улице, во дворе или на открытом балконе. Ничего с ним не случится. Кому удобнее перед Новым годом, чтобы сразу, как говорится, в квартиру занести, тем, конечно, удобнее перед Новым годом. Обычно, в прошлом году, мы сейчас вспоминали, что в прошлом году 11 декабря почему-то люди начали уже покупать. Может, боялись, что не будет, потому что бывает, что мало готовим. Ну, когда, какой год. Поэтому кто-то приехал 11, взял и уже все. Они уже дома ее положили и знали, что она у них уже есть. А кто-то, бывает, и 31 приезжает. По словам Ольги Левушкиной, новогоднюю красавицу лучше покупать в мягкий мороз, когда температура не ниже 25 градусов. Иначе елка сильно замерзает, хвоинки и ветки становятся хрупкими и могут легко обломиться. Какой же Новый год без оливье? Любовь большинства людей к этому салату, пожалуй, ничем не искоренить. Это неизменный атрибут главного зимнего праздника. Почти как елка или мандарины. А знаете ли вы необычные способы подачи оливье? Нет? Сейчас научим. Для вас мастер-класс от омского шеф-повара Элии Конарева. Смотрим и записываем. Добрый день. Меня зовут Конарев Илья. Я работаю шеф-поваром. Сегодня мы будем с вами готовить оливье. И я научу вас, как его можно необычно подать. Если вы возьмете овощи и запечете их в духовке, при температуре 210 градусов в течение 30-40 минут, концентрация вкуса будет совершенно другой. Я буду использовать запеченный картофель, запеченную морковь и огурец соленый. Традиционная нарезка – это кубик. Все нарезаем кубиком. Оливье мы будем готовить с говядиной. На грилевой сковородке это не принципиально. Мы обжарим говяжью вырезку, чтобы проверить, нагрелась сковородка или нет. И для дополнительного аромата на сковородку мы кладем чеснок. Сейчас у нас-то все зашкворчит. Мы пока нарежем огурец. Мясо мы тоже все привыкли видеть в оливье уже порезанное. Нарезаем вырезку на медальоны. Морковь, картофель и маринованный огурец мы нарезали кубиком. Красный лук мы нарежем крупными перьями. Яйцо крупными дольками. Мясо у нас нарезано такими медальончиками. И сейчас я вам покажу один из вариантов подачи. С помощью двух ложек делаем кнели и выкладываем на тарелку. Любой человек блюдо оценивает по трем критериям. Это вид, запах и вкус. И, может быть, к вашему удивлению, вкус ваш гость оценит в последнюю очередь. Соответственно, видом и запахом не нужно пренебрегать. Сейчас мы уже просто декорируем наш салат. Несколько слайсов копченой говядины, чтобы подчеркнуть вкус и аромат нашего салата. В оливье мы привыкли добавлять зеленый горошек. Мы можем взять зеленый горошек и сделать из него крем. В кипящую воду мы опускаем зеленый горошек. После этого необходимо быстро слить воду и переложить зеленый горошек в лед до полного охлаждения. После этого с небольшим количеством либо куриного бульона, либо воды мы это пробиваем блендером. Добавить творожный крем и какой-нибудь набор специй. Привет! Меня зовут Илья Конорев и я шеф-повар ресторана Мистер Батлер. Не знаете, где провести предновогодние вечера в кругу друзей и коллег? В нашем ресторане вас ждет по-домашнему уютная атмосфера сибирской зимы, музыкальная программа с приятными сюрпризами и, конечно же, вкуснейшее обновленное зимнее меню. Жду вас! Маркса 16, корпус 1, 3-й этаж. Успей забронировать свой праздник. 488-998. 488-998. Самое сложное – прийти к согласию с самим собой, найти компромисс между желаниями и возможностями. И тогда договор станет дороже денег. Уважаемые зрители, мы ждем от вас вопросов и откликов. Оставляйте свои сообщения на официальной страничке программы «Подсказки потребителю ВКонтакте» или на сайте нашей телерадиокомпании. А на этом у меня все. И еще увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!